Пространство Не знаю, все равно, что побывать в Египте и не увидеть пирамид. Троица Сергиева Лавра до сих пор является крупнейшим духовным центром, куда стекаются паломники со всего мира. Основателем же Лавры стал Сергий Радонежский, один из самых почитаемых на Руси святых. Родился он в семье знатных ростовских бояр в 1314 году и при крещении был наречен Варфоломеем. В возрасте 7 лет приобщился к священному писанию и после смерти родителей он вместе со своим старшим братом поселился в лесном урочище недалеко от Радонежа. На возвышенности они срубили сторожку и маленькую церковь в честь живоначальной Троицы. Здесь Варфоломей принял монашеский постриг под именем Сергий и положил начало новой обители. В течение двух лет он жил один в лесу, усердно молясь и работая на строительстве обители. Постепенно сюда приходили другие иноки. Обитель стал расти и вскоре оформилась как Троица Сергиев монастырь. Сергий, ставший игуменом, запретил принимать подаяния и поставил правилам, чтобы все иноки жили от своего труда. Постепенно слава его росла. К мудрости и кротости его стремились все, начиная от крестьян и кончая князьями. Многие силились по соседству с монастырем, жертвовали ему свое имущество. Сергий же часто примерял враждующих между собою князей, уговаривая их подчиниться великому князю московскому. И ко времени Куликовской битвы, во многом трудами святого, почти все русские князья признали главенство московского князя Дмитрия Иоанновича. Дмитрий же перед Куликовской битвой получил от святого благословение, Сергий предрек победу русским войскам и отправил в поход двух своих иноков-богатырей – Аслябю и Пересвета. 8 октября 1392 года преподобный приставился, и мощи его покоятся в Серебряной Раке в Троицком соборе. В XVI веке вокруг монастыря строится каменная стена, которая в начале XVII века позволила сохранить монастырь от осады польско-литовского войска. Монахи держали осаду 16 месяцев, но так и не сдали обитель врагу. Во время Стрелецкого бунта в Лавре укрывалась царевна Софья и царевичи Иван и Петр, будущий царь. Позже здесь Петру I присягнули на верность войска и царские вельможи. Можно сказать без натяжек, что Лавра была не только духовным, но и политическим центром Руси. Однако как словом описать все красоты и величия здешних построек? Трапезная и храм преподобного Сергия Радонежского, фасады которых раскрашены в красный, зеленый, желтый и бирюзовый цвета. Успенский собор, рядом с которым в надкладезной часовне из мраморного креста бьют две струи целебной воды. Бирюзовые митрополичьи покои, величественные царские чертоги. Смоленская церковь с чудотворной иконой Смоленской Божьей Матери в иконостасе. Троицкий собор, иконостас, в котором писали Андрей Рублев и Даниил Черный. Не сможем мы в рамках программы даже просто перечислить все то, что сосредоточено здесь. Да и лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Этой истины еще никто не отменял. Это недалеко от Москвы. Всего-то полтора часа электричкой с Ярославского вокзала. Город Сергеев-Пасад. А в нем на высоком холме красавица свято-троицкая Сергеева Лавра. С вами путешествовал я, Дмитрий Серебряков. А программа подготовлена по материалам журнала «Православный палом». Песня «Православный палом» Итак, сегодня у нас беседа по смысле иконы Пресвятой Троицы Андрея Рублева. Это самая великая икона, можно сказать. Это вершина православной иконописи, русско-православной иконописи. И, скорее всего, не только русской, но и вообще православной в мире. Ничего подобного, да, больше мы даже не знаем. И то, что у нас Церковь является Царством Пресвятой Троицы, мы все делаем, да, во имя Отца и Сына Святого Духа, и всегда мы за все славим Отца и Сына Святого Духа. И вот эта икона, в которой более всего изображено наше учение Троицы, ну, изображена Троицей. Итак, эта икона была написана в начале 15-го века. Там есть две ученые, точно неизвестна дата, ну, там спорная дата, либо в 1411 году, либо в 1425. И то, что было, произошло в 1408 году, произошло нашествие Нигейна Москву. Хан. Он Москву взять не смог, но разорил окрестности и Труссеревую лавру. И сжег храм. Храм был деревянный. И тогда преподобный Никон начал строить. Сначала построили деревянный храм, а затем на этом месте каменный. И вот для этого нового храма в честь Треицы была написана вот эта икона. То есть это храмовая икона Троицкого монастыря Троицы Сергея Лавры. Через 150 лет икона Иоанна Грозова икона была обложена золотым окладом, затем еще оклад был сделан другой при Борисе Годунове, затем в 18 веке она была еще обложена вот, там, такой чеканным окладом. И как бы икона была скрыта. Значит, в начале 20 века иконы стали реставрировать, открывать пласты, которые образуются при реставрации. И интерес тогда вызвал эти иконы. И решили отреставрировать ее. И стали снимать эти пласты. Значит, когда сняли оклад, то оказалось, что они увидели, это было в 1904 году, оказалось, что это была икона 19 века. То есть, ну, вы видели икону, просто 19 века. Ну, там иконописы сразу определяют век, школу, какой-то. То есть, это пара, там, ну, говорят, что 18-го, 19-го века. То есть, это парикская школа, школа, была 18-го века икона. Вот, стали снимать краски. И вот, оказалось, что ее реставрировали 4-5 раз. А реставрация, раньше под реставрацией понимали, не было реставрации, назывались поновлением. То есть, темнеет икона, да, и на нее она дописывает. И иконописец дописывает вот так, как он это себе представляет. И вот, поэтому эта икона была написана, записана четырьмя где-то слоями, три слоя было записано. И каждый иконописец потом, как это он представлял, и вот, затем вторичная основа стали реставрировать эту икону в 1919 году. Вот, и тогда вот икона вот в таком виде, вот как мы ее сейчас видим. Вот она сейчас, в 1929 году, она была передана государству, Татьяковскому галерею, на хранение, потому что, ну, закон тогда вышел, что все передать в музей. Вот, а с другой стороны, промыслительно, что в церкви эту икону сохранить не могли. Не было достаточных условий, чтобы она хранилась, да, вот так, в неповереженном виде. Там нужны особые условия музейные. Там и температура, и влажность должна быть специально поддерживаться. Но таких условий просто не было. Даже когда в 1927 году стал вопрос о передаче этой иконы церкви, то, ну, там, деятельные культуры, они категорически воспротивились. И это люди отказались от нее, потому что это действительно угрожает для сохранности иконы. Итак, это краткая история. Это иконы. Значит, кстати, даже вот, когда икону переносили, то у нее сдвинулись доски прямо там на миллиметр, образовалась трещина по всей иконе. И там такие усилия прикладывают, чтобы эту трещину там заделать, очень большие, ну, поэтому ее там не трогают. Опасно очень. Иначе можно потерять такое достояние. Так, значит, во-первых, это, что здесь изображено? Икона Троица. Вот это содержание этой иконы взято из восемнадцатой главы книги Бытия, когда Абрааму явился Господь в виде трехстранников. И потому что у нас в церкви были не сразу работа отстала, вы знаете, что это мнение? Есть два мнения, два мнения, три мнения есть. Кто явился Абрааму? Помните, когда, да, обетование ему было, Господь ему явился, три странника, да, вот это есть. И вот среди святых отцов было два мнения. Есть мнение, что явился Годорой и два ангела. Господь был со дворамом, так, а два ангела пошли по Топсодому и Домору. Да, и Лот их принял. Вот, и было такое мнение. Было мнение, что это были все три ангела. Да, это, то есть, но тогда это не является благоявлением. То есть, как бы, они символизировались, своим числом, они символизировали Троицу, да. Но тогда это уже не Богоявление, это просто явление ангела. Правильно? Да. А здесь, по общению церкви, это явился сам Бог. И вот кто явился? Это Иисус Христос и два ангела, да? Или все-таки явились три лица Пресвятой Троицы? Да. И вот у нас многие святые отцы все-таки считали, что это явился Иисус Христос. Почему? Потому что сказано, что Бога не видел никто никогда. Бога Отца никто не может видеть, да, из людей. Все явления Бога в Ветхом Завете это были явления Сына Божия. И вот там, где в Ветхом Завете говорится о явлении ангела, как правило, в большинстве случаев эта речь идет о Сыне Божием. Потому что ангел значит послан, значит вестник, а Иисус Христос сказал себе, что Он послан от Отца, то есть Он по воле Отца. Вот как например, когда Моисеев явился Бог в Терновом в густе, там как сказано, и явился Ему ангел, скажем, да, а в другом месте сказано, явился Ему Господь. Понимаете, написали вот такое прямое указание, что Ангел в Ветхом Завете имеет Святой Господь. Что Он прижил все по воле Отца Небесного. Так вот, и значит, такие вот мнения были, что это все-таки Господь и два ангела, это Афанасий Великий и Авросий Медиаланский. Вот Афанасий Великий в 4 веке, Авросий Медиаланский в 5 веке, в 4-5 веке, высказали такое мнение, что все-таки это были три лица Пресвятой Троицы. И вот какое указание на это есть в Священописании. В 18 главе сказано, «И явился Ему Господь у Дубравы в Мамре, когда Он сидел при входе в шатер во время зноя дневного». Так то есть говорится о прямом Богоемлении. Следующий стих. «Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против Него». Видите? «Я видел себя Господь, а физически, духовно, духовными очами Он увидел Господа, а возвел очи свои физические и увидел трех мужей». То есть видите, я это указание на то, что три мужа это и есть Господь. И он пошел и вот увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли и сказал «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего». Он поклонился как одному. Видите, трех странников. То есть явился ему Господь и поклонился и назвал его Господом. Ним. Значит, так вот, вот этот сюжет, вот это событие у нас изображалось на иконах и эти иконы назывались гостеприимством Абраама. То есть Бог, Абраам принял Бога в виде странников. Он гостеприимство оказал им. Вот раньше так иконы писали. И вот Андрей Рублев, первый из иконописцев, он удалил из иконы все такие событийные моменты. Нету Абраама, нету Сары, там другие иконы. Там Абраам пищу готовит, на столе там разная пища, Сара там хихикает и выглядывает. из этого. Ну помните, она засмеялась, сказала, что Бунинс не поверил. Ну тоже вот это изображает. И Андрей Рублев все эти моменты убрал. И он оставил только суть, что здесь он оставил уже не само событие, а это икона было событие. У нас, знаете, есть иконы лиц и иконы события. Ну допустим, икона средней Владимирской иконы Божьей Матери, да, у нас иконы есть. Так вот раньше это были иконы события, явления, да, Абрама. А теперь это стало уже иконой самой Пресвятой Троицы. И более того, на этой иконе преподобный Андрей Рублев изобразил и само домостроительство спасения, саму суть вечной жизни. Как сказано, что сияет жизнь вечная, да знаю тебя, единого истинного Бога и послал тобой Иисуса Христа. Итак, что здесь изображено на этой иконе? Вот, смотрите, во-первых, да, значит, мы видим три ангела, сидящих, да, вокруг стола, на котором стоит чаша, это центр иконы, такой, смысловой центр иконы, это чаша, это Иисус Христа, это чаша. Вы смотрите, да, иди,